МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Екатерина Олеговна Немыкина, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Тверской области. Екатерина Олеговна, здравствуйте. И Роман Владимирович Шабалин, инспектор контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Вот такой серьезный сегодня у нас собрался ансамбль. А будем говорить сегодня об очень важной теме, на мой взгляд, это как в нашей области, в нашей Тверской области защищаются права детей. А почему мы об этом говорим? Потому что 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Дата выбрана не случайно. Именно 20 ноября 1989 года Ассамблея ООН приняла конвенцию о правах ребенка, обязывающих все страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство. Давайте, в сущности, поговорим о том, что же стоит, возможно, преградой нашим детям на это право. Счастливого детства, хорошей, достойной жизни. И как налажено взаимопонимание между двумя мирами взрослых и детей. Лариса Наталья, наверное, с вас начнем. Ну давайте. Действительно, вы справедливо отметили, что конвенция о правах ребенка была принята в этот день. Произошло это ровно 30 лет назад, у нас юбилей в этом году. И у нас на 20 ноября уже в России отмечается праздник, не праздник, а дата День Всероссийской правовой помощи детям. Вот, кстати, вы ошиблись, наверное, не случайно, называя это праздником. Потому что праздником, наверное, это не назвать. Это для детей, по идее, это должно быть праздником, да? Потому что дети должны знать, что их права защищаются, и что для них гарантировано счастливое детство. Ну действительно так, и сегодня у нас в Турской области проводится огромное количество мероприятий с участием несовершеннолетних в разных аудиториях, в школах, в колледжах, и в местах, где они у нас содержатся, если это малолетние правонарушители. Разные органы принимают в этом участие, коллеги, вот я знаю, тоже свои мероприятия проводят, нотариусы, адвокаты, и вот все те, от кого зависит решение того или иного вопроса, то или иной проблемы, которые связаны с несовершеннолетними, сегодня они, в общем-то, как никогда доступны для детей и их родителей. Всегда есть возможность обратиться. Вот сейчас, буквально после прямого эфира, у нас совместный прием прокуратуры Турской области. То есть мы будем проводить прием граждан, у которых есть вопросы именно по защите прав своих детей. Но что, на ваш взгляд, если вот так двумя словами, я понимаю, что это не сказать, может быть, мы в процессе программы это будем обсуждать. Что, по-вашему, стоит главным таким препятствием на пути, чтобы все проблемы прав ребенка решались? Даже одни, можно сказать, взрослые. Потому что проблемы детей, это, в общем-то, зеркальное отражение проблем взрослых. Все, что происходит негативного в их жизни, это либо прямое участие, прямой умысл взрослых, которые недостаточно уделяют внимания, которые не замечают проблем, которые не знают, как реагируют на эти проблемы, которые умышленно совершают какие-то действия вопреки законам. Либо это неумышленные какие-то действия, которые копируют дети, которые стараются подражать тому образу, который они видят либо в семье, либо на улице, либо с телеэкранов. И, в общем-то, получается, что детская психика, она, в общем, восприимчива к таким вещам. И они транслируют нам ровно то, что они видят. Поэтому удивляться тому, что происходит, наверное, нет смысла. Нужно все-таки вопрос задавать к нам, в первую очередь, к взрослым. Ну, каково общество, да, таких членов этого общества? Ну, не зря есть изречение, не надо воспитывать своих детей, воспитывайте себя. Дети, они же видят, в каком они обществе растут и на каких ценностях они воспитываются. Нельзя детей учить быть добрым, если ты злой человек. Поэтому очень часто возникает диссонанс, когда педагог транслирует там одну истину, при этом совершенно ей не следует сам своей жизни. И, конечно, авторитет такого педагога в детском коллективе никакой. Ну, это как мы учим детей переходить дорогу, только на зелёный сигнал шритофора, а сами берём ребёнка за руку и переводим через дорогу на красный. Совершенно верно. А на словах говорим совершенно другое. Вот, к сожалению, мы говорим часто, знак равенства ставим между решением и нарушением прав детей с совершаемыми преступлениями в отношении детей и подростков и нарушением закона самими детьми. Да, вот, Екатерина Олеговна, есть ли такая статистика, как обстоят дела в нашей Тверской губернии? Ну да, могу привести некоторую информацию относительно преступлений, которые совершаются в отношении детей потерпевших. Например, за первые полугодия судами нашей области рассмотрено более 400 таких уголовных дел. По моему пониманию, это огромная масса, и большую часть из них, почти все, более 300, как минимум, составляют дела о преступлениях, предусмотренных статьей 157, это уклонение от уплаты алиментов. Вот алименты, о которых мы отдельно сегодня будем говорить. Это большинство дел, да? Большинство дел именно этой категории, где они совершаются преступлением против несовершеннолетних направленных, потому что дети не получают своего, того денежного содержания, на которое они по закону имеют право претендовать. Родители уклоняются от исполнения этой обязанности. Их привлекают к уголовной ответственности, как показывает практика, вновь и вновь. То есть выявили это преступление, рассмотрели уголовное дело, назначили приговором суда наказание, осужденный его отбыл, либо, может быть, он уклоняется от обывания наказания, тогда ему оно меняется на более строго. А потом вновь, как показывает практика, продолжают не платить алименты. Должных выводов для себя не дело. Это распространенная ситуация по всей области. И более 300, около 375 лиц, вот только за первое полугодие таких вот осужденных. Но наказание потом ужесточается, да, если человек не исполняет первый переговор суда, решение суда, да, которое, вот вы говорите, вынесено. Потом вообще может человек сесть за решетку, или это получается невыгодно с точки зрения уплаты алиментов? Может. Как правило, в первый раз, если лицо ранее несудимо, в первый раз попало в поле зрения правоохранительной системы, ему назначаются, ну, например, исправительные работы. То есть государство дает ему возможность трудоустроиться, получать законный доход, с этого дохода гасить задолженность по алиментам, отчислять некий установленный судом процент в доход государства, как наказание за то, что он совершил преступление. Но не все исполняют это наказание. И часть из осужденных, к сожалению, в последующем получает замену исправительных работ на лишение свободы. Ну, там уже, если есть возможность, в местах лишения неволи, там он уже трудоустроится, да, у нас сейчас есть такая возможность, и будут уже отчислять, что называется, не хочешь сам, за тебя будут отчислять. Правильно. С того, что они там заработают, к сожалению, это небольшие суммы, и отчисления, соответственно, небольшие, и задолженность по алиментам у них тогда гасится не в таком объеме, как хотелось бы, если бы они добросовестно уплачивали эти денежные средства, и ребенок получал бы то содержание, на которое он по закону имеет право претендовать. И вот тогда получается, что вновь идут судебные приставы по квартирам. Да, вот как вот и в преддверии 20 ноября проходил всемирный рейд, да, они всемирные, всероссийские рейды, да, в течение суток ходили. Но это не значит, что приставы ходят практически ежедневно, да? Ну, конечно, это наша ежедневная работа, да, мы это не делаем ни в преддверии каких-то, там, только праздников, ни в преддверии каких-то дат, вот, конечно же, это повседневно, но вот то, о чем сказали, да, уголовная мера наказания, это самая, наверное, крайняя мера, к которой мы уже подходим, тем более предшествует ей это административное наказание, да, по статье 5.35.1 Кодекс административных правонарушениях. Но практика и анализ показывают, что, конечно же, количество должников, которые привлечены к административной ответственности, все-таки и потом, после этого, предпринявших меры к уплате алиментов, к трудоустройству, это количество растет. Но оно еще недостаточно, да, чтобы мы могли сказать, что вот эта мера работает хорошо, да, и мы видим, что вот действительно должники, как бы, прислушались, да, потому что еще и количество уголовных дел возбуждаемых тоже достаточно большое. Ну вот говорили о, скажем так, о том наказании, которое назначается, но вот всего 63 у нас лишения свободы по приговорам, которые из 60-80 уголовных дел, которые у нас вот, значит, за 10 месяцев, да, вот, были направлены в суд, всего 63 лишения свободы. Конечно, наверное, это мало. Давайте мы продолжим наш разговор сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь и вновь вернемся в эту студию. Мы вновь в эфире, вот мы как раз так заобсуждали, что не заметили, как незаметно пролетело, не заметили, как незаметно пролетело рекламное время. Продолжаем оговорить о нарушении прав детей на свободное, счастливое, хорошее детство, да. Надежда Геннадьевна, мы давайте с вами продолжим относительно работы по выявлению злостных нарушителей. Как к совести приходится призывать, и что, если частично не работает? В том числе, да, ну, вот уже начали разговор, да, что такая самая, наверное, важнейшая задача, которой мы занимаемся, это, конечно, взыскание алиментов. Это, как правильно сказали, это та проблема, в которой, опять же, виноваты взрослые, да. Это тот родитель, который забывает о том, что есть ребенок, и полагает, что ребенка не нужно кормить, не нужно одевать, да, не нужно обучать. И из этого складывается вот такая проблема, да, значит, взыскание алиментов. Задача наиважнейшая, мы понимаем, что каждый взыскатель, приходя к нам в службу, конечно, считает, что вот его исполнительный документ самый важный. Ну, наверное, это так и есть, потому что каждый ребенок, да, и мы это понимаем, каждый ребенок должен иметь на свое содержание те денежные средства, да, которые ему необходимы. Тем более, что сейчас я замечу, ни для кого не секрет, что жизнь дорожает с каждым днем, и это очень большие деньги. Конечно, это содержание, да, все растет, растет. Но хочу сказать, что государство тоже, в принципе, вот предприняем меры к тому, что были внесены изменения в семейный кодекс, да, чтобы тот размер алиментов, который устанавливается в твердой денежной сумме, был приближен к жизненной ситуации, да, то есть вот с прожиточным минимумом его связали. Ну, и, конечно же, вот те мероприятия, да, те меры, которые мы предпринимаем, в первую очередь они направлены не всегда, да, на полное погашение задолженности, но на то, чтобы текущие алименты уплачивались в системном ежемесячном порядке. Ну, отрадно, конечно, да, что несмотря на то, что общее количество исполненных производств порядка 11 тысяч у нас, да, ежегодно, но в этом количестве вот у нас сейчас 4 тысячи должников уплачивают алименты постоянно, ежемесячно, да, то есть без задолженности даже. То есть это может сказать ваша заслуга, вы добились этого. Да, то есть вот это те, которые либо уже трудоустроились у них без задолженности, удерживаются эти алименты, либо они через нашу службу оплачивают эти алименты. То есть треть от находящихся, это те, кто не вызывает какого-то беспокойства, да, ну, подконтрольно, скажем так. Вся остальная масса, то есть порядка где-то еще 4 тысяч, это те, у которых, да, имеется некоторая задолженность, но они периодически, да, меняют место работы, но все-таки трудоустроены. Появляется денежка выплачивая. Да, либо они сезонно работают, да, то есть где-то задолженность нарастает, но у людей есть осознание того, что да, алименты есть, да, я их должен платить, но вот существуют какие-то проблемы. И вот мы подходим к самой, наверное, проблемной категории, да, это еще одна треть, это как раз-таки те, кто сегодня уже говорил, да, неоднократно привлекался к административной ответственности, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Там, где есть устойчивый отказ от уплаты алиментов по разным причинам, ребенок немой, деньги пойдут не на ребенка, а на косметику, там, бывшей жене, и какие-то иные причины, они абсолютно такого вот надуманного психологического характера, который к ребенку не имеет никакого отношения, вот. Чаще всего это сопровождается еще иным исполнительным производством, да, по общению с ребенком, да, где вот эти вот проблемы тоже выступают в конфликт. И вот эта категория, конечно же, да, это вот наши проблемные должники, это те, с которыми мы беседуем, как вы правильно сказали, да, и призываем какими-то там методами убеждения, да, к тому, что это нужно. Ну, и вот таким уже, как мы сегодня говорим, уголовной ответственностью. Ну, наверное, бесполезно или в чем, надо какой-то другой подход к тебе? Если у них принципиальное такое решение, что я не буду платить, и все, почему она не будет? Ну, крайней мере является только уголовная ответственность, ну, и повторно, естественно, она приведет вот уже к более серьезным наказаниям, это лишение свободы. Ну, мы сегодня как бы еще раз предупреждаем должников, еще раз обращаемся, пока взываем к совести, да? Роман Владимирович, я знаю, что в следственном региональном следственном комитете приоритетные дела, уголовные дела рассмотрения, касаемые преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, и так самими несовершеннолетними, да? Вот недавно, буквально на днях, мы сообщали вот в нашей программе патрульной службы о том, что обнаружена девочка-подросток, которая ушла в очередной раз, ушла из дома, обнаружена живой-здоровой, никаких преступлений и правонарушений в отношении нее совершенно не было, но девочка уже неоднократно уходит из дома, но родители все равно бьют тревогу. Насколько актуально это сейчас? То есть вот этот вот уход из дома, из каких семей уходит? Вообще проблема самовольных уходов детей из семей, из учреждений, где они находятся в силу определенных жизненных обстоятельств, она является актуальной. В текущем году поступило более 200 сообщений о преступлениях по фактам самовольных уходов органов следственного комитета. По каждым таким фактам организуются процессуальные проверки. Там, где требовали обстоятельства исчезновения детей, незамедлительно принимались решения о возбуждении уголовных дел, и уже в рамках этих проверочных мероприятий и расследований дел давалась оценка обстоятельствам, способствующим самовольным уходам. То есть изучается обстановка в семье? Все, все, как ребенок, где учился, какая там была атмосфера, все это все изучается. Безусловно, сейчас у нас в государстве создана система органов, которые обязаны следить за соблюдением прав детей. Это и органы образования, органы здравоохранения, ряд других. Вместе с тем на органы следственного комитета как раз возложено установление обстоятельств, о которых вы говорили, и принятие мер для того, чтобы они, ну, чтобы их устранить. В этой части, хочу вот в качестве примера привести у нас в Ржевском районе несовершеннолетний 10 лет, он, ну, заявили о его безвестном отсутствии. В течение суток были организованы поисковые мероприятия, мальчик установлен. Вместе с тем, также установили, что причиной его самовольного ухода появились неоднократные побои со стороны сожителя матери. Это вот Лариса Анатольевна о чем говорит, что главная беда, это взрослые. И здесь как раз вопрос возникает в том, что следователь того, он установил эти обстоятельства. Была дана процессуальная оценка действиям родителя. В настоящее время уголовное дело по обвинению указанного лица находится у прокурора для дальнейшего направления в суд. Но вместе с тем вопросы возникают к органам системы профилактики, которые в начале учебного года не заметили какие-то телесные повреждения, поведение ребенка. 10 лет ребенку наверняка он был замкнут, как-то изменился в поведении. То есть его мать все систематически беда, да? Там обстоятельства как раз указывают на то, что его систематически. То есть можно было увидеть эти синяки и погой, да? Безусловно. И вот в начале учебного года у нас ребенок попал. Но это один из тех примеров, когда уже реакция органов предварительного следствия на данный факт послужила основанием для принятия мер по защите прав ребенка. А, кстати, куда уходит здесь, если он уходит из семьи? Это к родственникам или куда? Лариса Анатольевна, к вам обращаются с такими проблемами? Не обращаются, но по ежедневной сводке видно, во-первых, кто ходит. У нас есть хронические такие уходящие. То есть они будут из любой семьи уходить? Да, у них есть синдром бородяжничества, да? Это стиль жизни, это желание стать взрослым, самостоятельным, и никого ни от кого не зависит. Такая категория действительно есть детей. Есть дети, которые просто уходят погулять, забудут про время, боятся наказания дома, и поэтому ищут... Лучше уж совсем не прийти, чем прийти можно. Ищут у друзей, либо ищут какие-то укромные места, где могут переночевать. В общем, и слава богу, что потом они возвращаются сами, или их находят. В том числе и органы правоохранительные, и волонтеры подключаются. Вы знаете, как все время реагируют на общество активно, на пропажу какого-нибудь человека. Это вот я только хотела заметить. Роман сказал, что поисковые мероприятия. А что это такое, если расшифровать? Это же все подняты по тревоге, можно сказать. Это же огромная армия. Ну, как правило, уходы всегда имеют какие-то причины, но не всегда эти причины связаны именно с нарушением прав. Действительно, они отчасти продиктованы свободолюбием ребенка. У него есть желание стать взрослым. Ничего, что ему 15 лет. Он себя считает взрослым, самостоятельным, и может, как он считает, свободно перемещаться по стране. Они право учат, они хорошо свое. И, в общем-то, считают, что они могут так поступать, берут паспорт и, например, уезжают на прогулку в Москву. И потом возвращают через какое-то время. Есть у нас и такие дети. Но, к сожалению, это вопрос, в том числе, отсутствие понимания с близкими родителями, с близкими родителями, с родителями в первую очередь, когда ребенок ищет за пределами семьи то, чего не хватает в семье. То есть они ищут либо признания, либо какого-то восхищения, либо реализации своих каких-то желаний, талантов, еще чего-то. То есть всегда есть первая точка, с чего начинаются проблемы. Чаще всего это развод родителей. Даже если он происходит в возрасте, когда ребенок еще не маленький, но все равно это откладывает свой отпечаток, и проблема начинается, как правило, ближе к годам, к 10-12. Это уход близкого человека, родственника. То есть если была смерть, мы когда анализируем, с чего начинаются проблемы в поведении, то есть да, это тоже бывает такой отправной точкой. Поэтому родителю, конечно, здесь каждому нужно быть очень эмоционально чутким к тому поведению, к тем мыслям, к тому, что вот ребенок демонстрирует, либо наоборот перестает демонстрировать, то есть замыкает в себе. Всегда есть причина, никогда не бывает ничего просто так. И родители просто обязаны своему ребенку помочь. Ну, это же цыпленочек твой. Ну да, к сожалению, об этом забываем. Нельзя не упомянуть в сегодняшней программе еще одну беду, которая вот буквально последние годы на нас буквально навалилась, но судя по тому, что какая информация нам, средства массовой информации приходит от правоохранительных органов, это преступление против сексуальной неприкосновенности. Таких преступлений детей и подруг, таких преступлений действительно стало больше? Или, как многие говорят, просто в Советском Союзе об этом молчали, об этом не говорили, потому что не принято было говорить? Что мы можем сказать? Ну, таких преступлений действительно стало больше, где-то в текущем году на треть. Оно связано с тем, что, ну, вообще вот эта тенденция, она связана с тем, что стали больше и выявлять этих преступлений, в частности, совершенных в сети интернет, когда несовершеннолетним, ну, они, во-первых, имеют доступ практически неограниченный к контенту, так скажем, запрещенному, и общение в социальных сетях различных. Когда взрослые люди, имея намерение удовлетворить какие-то свои потребности, совершают в отношении детей преступления. Ну, еще более страшно, когда рядом близкий человек, который живет, да, как часто вот мы информируем о том, что это либо отчим, либо какой-то родственник еще, который живет, да, либо сожитель, да, совершает преступление. Да, к сожалению, есть такая статистика, и в нашей области рассматриваются в судах уголовные дела в отношении лиц, которые совершают либо изнасиленные, либо иные действия сексуального характера, и совершают их члены семьи, либо сожители, либо даже какие-то иные родственники, дяди, отцы и так далее, вызывают возмущение, негодование, когда эта история вторым родителям, мамой, скажем, замалчивается. Вроде как, а вдруг само рассосется, пройдет, и он больше так не будет. Нет, это не работает, это будет, как говорит статистика, если человек встал на этот преступный путь, он вновь и вновь совершает такие эпизоды, поэтому надо выявлять такие преступления, надо сообщать в органы и привлекать к уголовной ответственности таких преступников. Только в первом полугодии около 20 человек осуждены за преступления, половые преступления против несовершеннолетних. Это, как я уже сказала, изнасиленные иные действия сексуального характера, и развратные действия, и половые сношения с детьми. Дети, к сожалению, взрослеют рано, и не достигнув определенного возраста, по согласию вступают в половые контакты с взрослыми лицами. Это уже, как говорится, мир взрослых, мир детей, ты еще ребенок, кто-то этого не понимает, что уже живешь там, в виртуальном мире, какой-то взрослой жизнью, и ты хочешь поскорее перепрыгнуть из одного мира в другой. Может быть, и это тоже. То, что дети взрослеют рано, это во всех сферах проявляется. Может быть, это интернет так влияет. Развитие общества идет у нас семимильными шагами. И не только это касается какой-то половой сферы деятельности. У нас, например, привлекаются к уголовной ответственности дети, которые совершают ДТП. 264-я статья есть такие осужденные. Да, садятся за руль дети. У нас же много детей осуждено за кражи и угоны транспортных средств. То есть, как только он, более-менее, по его пониманию, научился управлять транспортным средством, не имея на то, конечно, никаких разрешений, ни водительских прав и так далее, не достигнув возраста, установленного согласно законодательству, они уже хотят управлять транспортным средством и совершают их кражи либо угоны, садятся. И вот в этом году один такой ребенок сел за руль вместе со своим лучшим другом и еще двумя подругами, не справился с машиной, на повороте вылетел в крювет, и лучший друг, к сожалению, погиб. Уносит жизни еще, да, такие, вот казалось бы, казалось бы. И теперь лучший друг погиб, а этот несовершеннолетний имеет судимость. К чему это привело? Вот одна судьба, одна жизнь убита, другая искалечена. То, что мы слышим из других регионов относительно того, что подросток, школьник приходит в школу, либо в колледж, да, вооруженный, либо с ружьем, либо вооруженный холодным оружием, что это такое? Это тоже тенденция времени? Это тоже какие-то засоренный мозг интернетом? Лариса Анатольевна? Ну, это подсказки, которые действительно наше информационное общество услужливо детям дает, как себя вести в той или иной ситуации. Если по всем телеканалам с утра до ночи, если в интернете в открытом доступе демонстрируется образ героя, который имеет крутую тачку, имеет много денег, да, он владеет оружием, он имеет многочисленные связи с женщинами, да, это вот как бы, да, это образ современного героя, когда дети с ними обсуждают, кто же является вашим героем. Никто не вспомнит ни героя Великой Отечественной войны, ни там какого-то родственника. Все сразу вспоминают, я не знаю, ну, Егора Крида, там условно говорят, да, то есть для них герой равняется идол, там, кумир какой-то, не знаю, такой культуры современной, там, музыкальной, шоу-бизнеса, но уж никак не человек, который отличается какими-то выдающимися моральными качествами. Ну, соответственно, отсюда и в том числе вот попытки решать конфликты таким способом. Мы не подсказываем, как решать конфликты по-другому, к сожалению, мы с вами взрослые, да, мы не учимы. Давайте, извините, вас перебьем, мы буквально на 30 секунд удалимся на рекламу, а потом вновь вернемся и поговорим уже о воспитании. Так, наказание. Вот мы сейчас уже решаем, обсуждаем то, о чем будем говорить в ближайшие 20 минут. Вы вновь в эфире в программе «Тема дня» обсуждаем нарушение прав детей и подростков на счастливое детство и говорим о преступлениях, которые совершают часто те же дети и подростки. К сожалению, таких преступлений фиксируется, ну, довольно-таки приличное количество, может быть, за последние годы они возросли. Так в чем же дело, как быть? Вот если вот они смотрят в интернете на одну жизнь, они видят, что где-то по соседству кто-то живет одной жизнью, у них недостает финансов, родители им внушают, что нужно по-другому школа, государство, вы говорите, что нужно по-другому, что у человека взрыв мозга происходит, каким образом поступать, кто здесь должен объединиться, стать. Это действительно проблема, которая вот сейчас актуальна, да, потому что мы, с одной стороны, не можем запретить людям свободу творчества, свободу самовыражения, у нас в Конституции закреплено это право, да, то есть каждый человек имеет право выражать свои мысли любым доступным способом. Соответственно, эти мысли попадают у нас в тиражируемые источники, средства массоинформации, в сети интернет, но они, в общем-то, доступны каждому человеку, который может включить кнопку телевизора или зайти в интернет. Поэтому, конечно, здесь очень такая тяжелая разновекторная работа, и иногда возникает такое ощущение, что мы боремся действительно с внутренними мельницами, потому что мы пытаемся как-то на своем уровне объяснить там всю ценность жизни, ценность отношений, научить правильным инструментам решения конфликтов, да, не всегда агрессия, и силовой метод это вообще решение, скорее всего, это углубление конфликта. Но против нас работает очень мощная информационная вот эта машина, и очень тяжело бывает, конечно, не пропустить тот момент, когда родитель теряет свой авторитет, и его авторитет подменяется другим каким-то источником. А такие желающие часто такие найдутся, да? Таких желающих очень много, конечно, да. Незбежно в каждом, наверное, взрослении каждого ребенка есть этот момент, когда родители отступают на второй план, на первый план выходят либо друзья, что логично, ну, либо там старшие друзья, педагоги, тренеры, ну, либо какие-то действительно герои, идолокумиры. И вот здесь, конечно, родитель должен четко понимать, как ему вести в этой ситуации, да, и как не допустить вот того самого момента, когда выросший ребенок просто перестает обращать внимание на родителя, просто игнорирует его указания все и делает просто так, как он решил. Это очень сложный воспитательный вопрос. Всегда говорю, что родителя тоже нужно учить, как воспитывать детей. И вот при встрече с ребятами в колледже они как раз и задали этот вопрос, который до сих пор меня мучает, который я в ответ не знаю. Почему на водительские права водительские права учат и права выдают, а на родительские права не учат, а их лишают так же, как водители прав. И вот это мудрость, с которой они подходят. Я говорю, ну, а вы бы хотели обучиться родительским правам? Они сказали, да. То есть большинство в аудитории сказали, да, мы бы хотели, потому что они тоже испытывают те же проблемы в общении с родителями, которые, как они считают, их не понимают. Они не знают, как выстраивать диалог, не знают, как решать эти конфликты, проблемы, которые возникают у них в семье. И, в общем-то, это, конечно, такая серьезная наша задача. У нас разработан курс «Моя семья», который в ряде школ реализуется, но никогда нет предела совершенства. Конечно, надо его пересматривать, актуализировать, приближать к современным реалиям. И ряд школ обучает действительно детей вот этому учебному моду. Это курсовообязательная программа или факультатив? Это факультатив. Да, действительно, у нас во ВГОСа не входит такая программа. Но на федеральном уровне разговор ведется о том, чтобы семейведение все-таки мы ввели хотя бы одним учебным часом. Потому что есть вопросы, которые действительно, наверное, в семье многие родители упускают. Это жизнь, да? Почему это нужно учить со школьной скамьи? Почему мы учим предметы? А то, что человек выйдет из школы, и вся оставшаяся большая часть жизни впереди, да? И ведь он воспитывает будущую общество. Ну, действительно, может быть, физика, математика, или биология, или русский язык, или литература, кому-то мало пригодятся в жизни. А вот эти отношения, селейные ценности, их пригодятся каждому. Каждому, да. Кстати, мы, если говорим о детях и подростках, то о каком возрасте, какой возраст, вот сейчас мы можем назвать самым критичным? Или уже, как говорили, что преступность молодеет, наркомания молодеет, так и возраст подростка, ребенка, которому надо присматриваться, тоже молодеет? Каждый ребенок в любом возрасте требует себе повышенного внимания. Нет такого возраста, чтобы можно отпахнуться от его проблем. Еще осталось полгода, да? И тогда я начну на рассчитывание повышенное внимание. Да, 5 лет, значит, можно не обращать, 7 можно не обращать. Да нет такого возраста. Ребенку нужно внимание каждодневное, независимо от того, в каком он возрасте находится. Любой один неверный шаг, холодная фраза брошена, равнодушие родителей, все, ребенок как бы отходит, и потом очень сложно бывает его вернуть. Екатерина Олеговна, что мы можем сказать относительно наказания? Вот мы перечислили часть преступлений, в которых так или иначе замечены дети и подростки. Наказание, чем оно отличается от того, какое наказание унесут взрослые? Законодатель так определил, что с учетом того, что ребенок, он еще не совсем как личность сформировался, к нему нужен определенный подход. И поэтому в кодексе уголовно предусмотрено, во-первых, снижение наказаний, размеров их по сравнению с теми, которые назначаются взрослым. А во-вторых, не сама цель же ребенка осудить и назначить ему наказание. Может быть, он случайно первый раз оступился ввиду какого-то негативного влияния его друзей или взрослых лиц. И поэтому есть иные меры уголовно-правового характера, так называемые меры воспитательного воздействия. Вот это что за дело такое? То есть, например, уголовное дело, ребенок может быть освобожден от уголовной ответственности, если он совершил преступление, которое не является тяжким или особо тяжким, то есть небольшой, средней тяжести. И данные о его личности свидетельствуют, что действительно его исправление возможно без дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности, без судебной стадии производства по делу. Тогда можно применить некоторые меры, например, предупреждение. То есть, когда лицу, ребенку, разъясняется вред от его деяния и разъясняются последствия, если он вновь совершит деяние. Это относительно детей, которые воспринимают еще такую информацию. Вот я только хотела спросить, что ему толку объяснить иной раз, если человек не может это воспринимать или не хочет? Ну, некоторые дети, ну, скажем так, ведомые, да, он мог совершить какое-то преступление именно вот по недомыслию, вот случайно оступиться. Ведь дети, они это воспринимают как баловство, вроде как наспор в магазине и супермаркете вынести конфетку, да, ну, разные деяния бывают. Или наспор гнать какую-нибудь машину. Да, вот деяние, деяние рознь. И тогда уже зависит от того, что он совершил, и решается, какие меры будут достаточными для его исправления, для предотвращения нового преступления с его стороны. Либо это будет назначение ему, например, исправительных работ или обязательных работ, а за какие-то серьезные преступления, затяжки, конечно, там может быть и лишение свободы назначено. Либо ему, может быть, воспитательная мера применена, передача под надзор родителей есть такая. Это, опять же, к тем детям, которые воспринимают родителей как авторитет. И у кого есть родители, и родители, которые выполняют свои обязанности еще, и которые могут нормально надзирать, или нормальная семья. Или ограничение их досуга есть такая мера. То есть суд пропишет в постановлении, например, ограничение по времени покидать место жительства. То есть до 9 часов, и в 9 часов вечера он обязан быть дома? Должен быть дома. Либо запрет на выезд с определенной территории. Вот все на каникулы поехали в Турцию, а он дома остался. Это как для взрослых должников, да, я хотела сказать. И если ребенок будет нарушать эти меры, которые ему установлены, тогда уголовное дело может быть вновь возобновлено. Дальнейшее расследование уже может быть доведено до приговора. Если ребенок не понимает, что ему такое доверие оказали и ограничились мерами. Кстати, вот испугать, как эффективно, пугаются дети, если ему показать уголовный кодекс и сказать, вот эта статья, и ты можешь лишиться свободы. Ну, ребенок к ребенку нет. Разные дети есть. Это опять же таки, да? Как правило, они очень легкомысленно к этому относятся, пока их лично не касается какая-то ситуация. Вот как только коснется, когда они побывают в зале суда, когда их поместят в ЦСНП, либо в социально-рабилитационные учреждения, то есть тогда уже многие, конечно, понимают, что что-то не то. Сутки закончились. Да, ну, большинство, скажем так, все-таки понимают. И, ну, к сожалению, бывают рецидивные преступления. И тогда у нас тоже предусмотрено законодательство, помещение в специальное образовательное учреждение закрытого типа на обучение. Там уже все достаточно серьезно. Да, там уже серьезно. Роман, с кем приходится, когда вы расследуете уголовные дела? С какими структурами иметь дело и вообще в каких семьях бывать? И идут ли на ваши доводы педагоги, те же самые педагоги относительно воспитания или родители? Что касается уголовных дел, расследованных в отношении несовершеннолетних, то здесь подключаются все органы системы профилактики. По работе выясняются обстоятельства совершения этого преступления. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства жизни, семейные и бытовые условия, влияние взрослых на совершенное преступление. То есть каким образом, может быть, они оказывали воздействие, на него подстрекали, либо вообще в группе находились с несовершеннолетним. Дается этому также правовая оценка. Но вменяемые вообще по большинстве своему взрослые, вот уж если мы говорим о взаимоотношении двух миров, взрослого и детского, понимают или приходится иной раз тоже какие-то предписания или что-то там? У нас в следственном управлении по направленным уголовным делам у нас 100% внесены представления. Представления? Да, по каждому уголовному делу внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению этого преступления. И эти представления практикуются у нас. Рассмотрение указанных представлений с участием следователя, где он доводит свои требования, те недостатки, которые были выявлены в деятельности субъектов системы профилактики. Как правило, например, по самовольным уходам принимаются меры, направленные на проведение дополнительных мероприятий с детьми по профилактике этих самовольных уходов, их правильному поведению в обществе. И как с конкретным ребенком, так и с группой лиц. Ну вот представьте, в школе ушел один подросток, его искали неделю. Нашли, ну фактически ничего не сделали, да, он нашелся преступление, он не совершил, в отношении него также не было совершено преступление. А в следующий раз ведь уйти может уже не только он один, но еще несколько человек. Другие посмотрят, а чушь. Да, и безусловно, должны быть именно в конкретном данном коллективе проведены профилактические мероприятия, которые объяснят подросткам, что это неправильное поведение. И может повлижить с собой какие-то негативные поступки. Вот относительно того, что опять профилактические, вот это слово уже тоже оскоминно набило в чем-то, потому что мы постоянно говорим о профилактике, но по-другому-то нельзя. Надо каким-то образом разговаривать, находить общий язык. Новые методы подхода, наверное, уже нужны к современным. Дети-то новые. Да? Да, дети новые, но методы все-таки хорошие, в том числе хорошо забытые старые. И хочу напомнить всем, что у нас в том числе в практике работать с детьми с очень сложными судьбами и совершавшими правонарушения, был замечательный опыт Антона Семеновича Макаренко, который уже через почти сто лет прошло, но тем не менее этот опыт был. Дети были тоже очень сложные, весьма сложные. Тогда была беспризорность еще куда-то уже. Очень все было тяжело с точки зрения быта, да, но тем не менее педагогическими методами можно исправить абсолютно любого ребенка, абсолютно. Вопрос в другом, что мало кто этими методами владеет, к сожалению, сейчас. И всегда в любой аудитории я призываю взрослых, независимо от того, если у них свои дети, или они педагоги, либо просто по долгу службы они с детьми работают, либо даже детей нет, но все равно они интересуются этой проблемой, найти произведения Антона Семеновича Макаренко, их все внимательно прочитать, сделать выписки, потому что те мысли, которые он еще сто лет назад нам подарил, свои, они актуальны сейчас как никогда. В частности, он говорил, что родители, которые считают, что воспитывать ребенка не надо, и что он просто растя в семье, вырастет по образу и подобию хороших родителей, глубоко ошибаются, потому что ребенка воспитывать надо. И он не просто может врасти, как сорная трава, в этой семье, в этой среде, а он должен получать от вас те необходимые знания, навыки, те образы и мысли, которые вы хотите в него вложить. Ну, наверное, стоит сегодня посоветовать за этим кругом столом всем школьным библиотекам и учителям, а то, может быть, даже какой-то типа зачет сдавать по произведению Макаренко, да? Макаренко, Ушинский, Яна Корчикова, их очень много было замечательных педагогов, которые, конечно же, прям просто, вот, надо, мне кажется, любому взрослому человеку почитать. Надежда Геннадьевна, давайте еще раз напомним нашим злостным должникам, что мы с вами делаем постоянно, потому что лишнее повторение мать-учения, может быть, кто-то услышит и, может быть, кто-то поймет, какие меры воздействия и что грозит, если вы дальше не будете вспоминать о своем ребенке. Ну, если говорить от более таких, да, мер начальных, да, с чего мы начинаем, и более серьезных. Ну, конечно же, самые основные и работающие меры это мера по временному ограничению выйти за пределы Российской Федерации, потому что, ну, большое уже количество должников имеют другие семьи, да, и с другой семьей они желают выехать там на какой-то отдых, да, забыв о том, что им нужно уплатить алименты ребенку, да, оставшемуся в предыдущей семье. Ну, поэтому хочу напомнить, что достаточно большое количество у нас ограничено в выезде на сегодняшний день должников, да, в том числе и по алиментам. И, ну, уверяю всех, кто слышит меня и видит, что это ограничение действует, что на сегодняшний день закрыты уже абсолютно все пути, которые были до этого доступны, да, с имеющимся ограничением. О которых можно предупреждать, что у нас еще есть время. Да, и на сегодняшний день уже действительно выехать нельзя. И это ограничение обязательно встретит. Чем больше, что-то в преддверии нового года. Да, вот на границе, если кто-то об этом не вспомнит. Ну, второе, конечно же, это касается всех, кто имеет и умеет, да, управлять какими-то транспортными средствами. Эта мера тоже работает. У нас тысяча должников, ну, порядка тысячи уже, да, ходят пешком, ну, скажем так. И в этом году мы, ну, немало тоже так уж денег взыскали. Порядка 21 миллиона рублей у нас по алиментам взыскано за счет вот этой меры. Вот, поэтому хочу сказать, что совместно с органами ГИБДД, а именно они занимаются, скажем так, контролем исполнения наших постановлений, вот, достаточно бдительно и тесно мы работаем по этому вопросу. Поэтому, вот, не могу сказать, что вот на самотек, да, этот вопрос, значит, остается, постановление не является бумажкой, вот, скажем так. Вот, поэтому тоже серьезная мера, она работает. Ну, и вот сегодня уже говорили об административной ответственности. Более 1200 у нас должников сейчас привлечено уже к административной ответственности. Ну, почти 700, вот, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Ну, вот, уже состоялись приговоры. Сегодня тоже об этом говорили. Причем говорили и здесь, да, и всегда говорим, что если есть какая-то жизненная ситуация, да, определенная, и любые вопросы все равно с помощью консультации, да, у судебного представоисполнителя их можно разрешить. Вот, можно временно трудоустроиться, да, чтобы не росла задолженность, потому что суммы задолженности достаточно большие, и должники до сих пор не понимают, что нет, трудоустраиваясь, да, эта задолженность, наоборот, у них будет расти еще больше, потому что она считается среднестатической заработной платой по России. Это огромная сумма. Вот, поэтому призываю всех, там, сезонные работы, у нас соглашение с центром занятости, да, и центр занятости всегда более пристально, да, относится к нашим направлениям, которые мы выдаем должникам с целью поиска работы. Вот, то есть вот, и те, еще раз скажу, ту правовую помощь, которую мы проводим, ведь мы не только взыскателям оказываем помощь, да, и должнику всегда будет разъяснено все то, что мы должны разъяснить с целью того, чтобы он приступил к плате алиментов. Пожалуйста, весь набор, да, вот, пожалуйста, на блюде. Роман, ваши пожелания нашим радиослушателям, жителям Твери относительно детей, которые они воспитывают? Буквально два слова. Ну, самое главное пожелание, чтобы проблемы, которые у вас сложились с детьми, они не умалчивались в семье. Семья довольно закрытая такая ячейка общества, но если вы видите проблему, не дожидайтесь, когда подросток совершит преступление, противоправное деяние, а обращайтесь в уполномоченные органы. Как, я думаю, в школе окажутся действия воспитания ребенка, так и... В крайнем случае это к вам, да, вы принимаете звонки, у вас... В том числе есть и горячая линия. И телефон горячей линии, да, следственный комитет, да. Екатерина, несколько слов, ваше пожелание. У меня, наверное, не пожелание, а утопическая мечта. Я бы хотела, чтобы несовершеннолетние не были вовлечены в уголовно-правовую сферу ни в качестве пострадавших, ни в качестве виновных лиц. Дети должны учиться, проводить свой досуг, наслаждаться жизнью и взрослеть в нормальных условиях. Чтобы детство было сказкой, да? Как в книжках, которые они раньше, во всяком случае, дети читали. Лариса Анатольевна. Да, у меня тоже утопическая мечта, чтобы все-таки, наверное, права детей никогда не нарушались никем. И, может быть, у нас отпадет даже необходимость такой должности, как уполномоченный по правам ребенка, чему бы я была бы в перспективе очень рада. Но пока, к сожалению, этого не происходит. Хочется сказать родителям, надо любить своих детей, побольше внимания им обращать, слышать, что они вам говорят, не отмахиваться от их проблем. Ну и, в общем-то, быть рядом всегда, когда это нужно. Надежда Геннадьевна, ну и ваш заключитель. Да, я в продолжение того же. Вот мы тоже очень многое видим. Видим семьи, да, в которых происходит, ну, это проблема, да, когда не уплачиваются алименты. И вот хочу обратиться, наверное, к должникам, тем, кто сейчас еще не приступил к уплате алиментов. Ведь ребенок об этом знает, о том, что папа или мама от него отвернулись на сегодняшний день. И у него сейчас уже в этом возрасте, ну, в любом детском возрасте, да, возникает уже определенное, ну, понимание этой ситуации так, как он ее понимает. В будущем он тоже может вырасти и стать таким же неплательщиком, то есть так же относиться к своим детям. Поэтому мы всегда должны задумываться о том, чему сейчас, то есть как ребенок на нас посмотрел, и как он воспримет наше поведение, и каким будет в будущем. Это то, с чего мы начинали. Дети учатся у нас, у взрослых. Спасибо большое за участие в программе. Всего доброго. Вам спасибо.